В лагунах Патагонии обитают целые сообщества необычных крошечных организмов. Это одна из самых древних форм жизни. Никто о них не знал, пока двое ученых, Брайан Хайнек и Мария Фариас, не отправились на исследование отдаленных районов Патагонии. Патагония занимает почти половину Аргентины. Но там живет мало людей, в основном овцеводы и фермеры, которые держатся возле рек и выращивают такие продукты, как яблоки, груши и люцерна. Давным-давно это было дикое, изолированное место, где жили индейские племена. Но на этот раз мы последуем по стопам форм жизни, которые появились задолго до людей, и внимательнее рассмотрим интересные микроорганизмы, которые нашли Брайан и Мария. Этой паре пришлось 9 часов ехать по проселочным дорогам, чтобы добраться до места назначения. Они остановились в маленькой деревне. Там живут всего 35 человек. Местные жители зависят от одного источника воды, поскольку там почти никогда не идут дожди. В последнюю ночь в деревне Брайан понял, что спутниковые снимки, которые он сделал, показывали группу лагун всего в 16 километрах. На следующий день маленькая команда села в машину и постаралась продвинуться как можно дальше. Когда дорога закончилась, люди продолжили путь пешком. Это было трудно, ведь им пришлось нести с собой воду, чтобы справиться с интенсивным солнечным светом. В некоторых местах они уходили по колено в слякоть из соли. Их ждали 12 лагун с абсолютно прозрачной водой. На первый взгляд там не было ничего, кроме очень кислой и соленой воды и интенсивного солнечного света. Но это было своего рода путешествие назад во времени. Потому что такие условия были характерны для Земли очень, очень давно. Изучая лагуны, Брайан встретил там много необычных микроорганизмов. Мы называем их строматолитами. Они настолько малы, что мы не можем увидеть их без микроскопа. Но они объединяются и образуют большие сообщества. В прошлом многие виды жили именно так. Например, цианобактерии. Они были важны в свое время, потому что производили кислород. Земля на начальных стадиях имела в своей атмосфере не так много этого газа. Первые строматолиты были образованы различными видами бактерий, которые не вырабатывали кислород, а просто ввели там спокойную жизнь. Они формировали слои, накапливаясь друг на друга, чтобы хотя бы некоторые из них могли получить немного солнечного света. Они использовали песок и липкие жидкости, чтобы плотно прикрепиться друг к другу. Брайан невероятно удивился, потому что это были самые большие живые строматолиты, которые он когда-либо видел. Обычно живые строматолиты вырастают примерно на метр в высоту. Но только что найденные были пять метров в ширину и несколько метров в высоту. Гигантские по сравнению с теми, которые живут в других местах. А окаменевшие были даже больше. Давным-давно они вырастали крупнее. Потому что не было многих других видов, которые могли бы их съесть или им навредить. Также сегодня есть множество других организмов, которые могут расти быстрее и становиться более массивными, занимая их место. Вот почему строматолиты выживают только в редких местах, где едва ли может жить что-то еще. Например, в очень соленых лагунах, расположенных высоко над уровнем моря в Пунде-Атакама. Найденные там строматолиты наиболее известны, потому что это один из лучших примеров ранней жизни на нашей планете. Но это не первая форма жизни на Земле. Самым старым их окаменелостям около 3,5 миллиардов лет, в то время как у нас есть некоторые доказательства, что жизнь на нашей планете появилась около 4 миллиардов 100 миллионов лет назад. Возможно, некоторые строматолиты жили и тогда. Но Земля с тех пор изменилась. И места, где они могли бы жить, не сохранились. Все это может показаться не таким важным, ведь никто еще не нашел какого-нибудь экзотического и странного зверя, которого наш мир никогда не видел. Но это показательные примеры того, как может выглядеть поиск жизни в другом уголке Вселенной. Ученые, интересующиеся изучением Марса, часто приезжают в это место, поскольку оно похоже на то, как выглядела Красная планета очень давно. Если бы в древних скалах на Марсе были спрятаны ископаемые, они могли бы выглядеть как эти строматолиты. Еще одна далекая Земля раскрыла некоторые из своих секретов. Это Антарктида, подо льдами которой обнаружен древний потерянный мир. Антарктида не всегда была морозной, изолированной землей снега и ледников. Когда-то она была частью суперконтинента Гондвана, вместе с тем, что теперь стала Южной Америкой, Африкой, Австралией, Аравийским полуостровом и Индийским субконтинентом. В какой-то момент она отделилась и начала строить собственную жизнь. Она сформировалась, когда другие земные массы начали отдаляться, что и создало ее побережье. Во многих отношениях та Антарктида отличалась от нынешней. Раньше это была Земля, покрытая великолепными лесами и полными жизнью реками. Ученые использовали радары и спутники, чтобы исследовать таинственный мир, скрытый подо льдом. Это древняя Земля, которая находится близко к Индийскому океану. По размерам сравнима с американским штатом Мэриленд или Бельгией. Ей больше 14 миллионов лет. Некоторые исследования говорят, что эта область образовалась более 34 миллионов лет назад. Гораздо раньше, чем Антарктида подверглась глубокой заморозке. Сначала температура там была выше. И погода была примерно как в Патагонии, или в умеренных дождевых лесах Тасмании. Или, возможно, даже более тропическая. По мере того, как климат становился холоднее, маленькие ледники стали образовываться на холмах, близких к рекам. Долины углублялись из-за всего этого льда, покрывающего их. А затем температура еще снизилась. И гигантский слой льда покрыл весь континент, спрятав эти старые ледники. Реки формировали затерянный мир давным-давно, задолго до того, как он оказался покрыт льдом, толщина которого в некоторых местах превышает 3 километра. Исследования этой области показали, что ландшафты были полны возвышенностей и гор. Лед, который образовался над Антарктидой, сделал всю эту область очень холодной. Поэтому ландшафт перестал разрушаться. Это означает, что все оставалось практически без изменений и нетронутым подо льдом миллионы и миллионы лет. Интересно, что мы знаем о Земле, скрытой подо льдом. Меньше, чем о поверхности Марса. Один из способов ее изучить – пробурить ледники и взять образцы осадков ниже. Они могут рассказать нам больше о древней флоре и фауне, замороженной внутри. Это не новый метод. Аналогичный метод использовался для сбора в Гренландии образцов возрастом 2 миллиона лет. У Австралии тоже есть свой тайный мир. Древние организмы были обнаружены в скалах на северных территориях континента и им около полутора миллиардов лет. Эти микроскопические существа – часть такой группы организмов, как эукариоты. Сегодняшние представители этой группы включают в себя растения, грибы, животных и даже крохотные организмы, которые состоят всего из одной клетки, например, амеб. Все живые существа с ядрами в своих клетках, включая нас, могут проследить свою родословную до одного из самых старых представителей этой семьи. Он называется последним общим предком эукариотом и жил более полутора миллиардов лет назад. Эти древние организмы были более сложными и крупными, чем бактерии. Возможно, они были первыми хищниками на Земле, охотившимися на бактерии.